Жители Нижней Туры выступили против открывшегося в непосредственной близости от их домов реабилитационного центра для алкоголя и наркозависимых граждан. Жильцы нескольких пятиэтажек по улице 40-летия Октября собрали подписи и направили письмо в администрацию города, в прокуратуру и в полицию с требованием закрыть организацию, которая, по их мнению, может усложнить и без того высококриминальную ситуацию в городе. Родители боятся отпускать детей от них в школу, так как дорога к знаниям у них проходит как раз мимо этого центра. Филиал центра социальной адаптации «Свобода» в Нижней Туре открылся в июне этого года. На его открытии присутствовали глава администрации города, православный батюшка, бывший депутат и собственник бывшего завода Виолетт, на территории которого открылся реабилитационный центр. Не было только жильцов окрестных домов, к которым реакцентр подобрался ближе, чем на 50 метров. Конфликт с жильцами начался почти сразу, когда центр «Свобода» самовольно занял участок земли, где раньше располагалась детская площадка. Бедненькая, ржавенькая, но хоть какая-то. На месте качелей и каруселей выросли турники и другие спортивные снаряды, а сама площадка оказалась огорожена забором. По дворам поползли слухи. За забором держат злых наркоманов, которые в случае побега первым делом нападут на жителей ближайших домов. И правда, первый побег не заставил себя долго ждать. Вот только сбежавшие реабилитанты сами попросили защиты у местных. Очевидец, встретившийся с беглецами, попросил изменить его голос. Спросили, где такси взять. Я им сказал, что идите к автовокзалу, там такси стоит. Они отказались туда идти. Говорят, что их ищут, ловят. Прошли по шайтану лесом, чтобы тут на глазах нигде не попадаться. Вызвали такси. Пока такси ждали, они вызвали по чужому сотовому. С ними разговаривали, они сказали, что условия жесткие, никуда не упускают. Бьют. У одного жена позвонила, их вызвала. Машину погрузили, сразу же в машину, по морде надавали, зуб выбили. Передний показал он даже. Беглецы рассказали про жесткие условия содержания за забором. Что его привезли в реакцентр голым, заставляют спать на голой панцирной сетке и бесплатно работать. В частности, строить тот самый злополучный забор. У них бывают случаи, что когда кровати привязывают, и дубинками охаживают, колотят. Поэтому избежать. Жить невозможно вообще, там издевательство сплошное. И с их листов за лечение-то берут по 30 тысяч. Насколько верно, я не знаю за 30. Потому что всякая информация от 30 до 50 идет разговор. С каждого человека. Ну, а кормят очень паршиво. За копейки кормят, короче, денег-то хороших у них остается. Этот рассказ еще более напугал нижнетуринцев. Каких же лютых отморозков привезли в их город, что даже за собственные деньги тех содержат, как в тюрьме. Посмотреть на условия содержания алко-наркозависимых пациентов центра нам помог репортаж, снятый коллегами с телекомпании Крик-ТВ на открытии. А суть конфликта с местными жителями пояснил учредитель Центра социальной адаптации «Свобода» Антон Соколов. Прежде всего, тот признал, что, согласовав открытие центра в Нижней Туре, во всех инстанциях, заручившись поддержкой руководства города, они совершили ошибку, не поговорив с горожанами, не объяснив своей миссии и не поделившись планами развития. Автономная некоммерческая организация, которой он руководит, существует уже много лет. Имеет множество филиалов, сотрудничает с государственными наркологическими больницами, фондом «Урал без наркодиков». Методика реабилитации зависимых граждан, используемая ими, дает хорошие результаты. И пациентов к ним привозят со всего Уральского федерального округа. Побеги реабилитантов – дело обычное в любом подобном центре. Такое происходит обычно в самом начале реабилитации, когда пациенты еще отрицают существующую у него проблему. Антон Соколов знает, о каком беглеце идет речь. Его действительно на реабилитацию сдала жена, и действительно голым, когда тот валялся на улице без штанов в невменяемом состоянии. Никто ему зубы, по словам Соколова, не выбивал, по крайней мере, после того, как его подобрали на улице. Дубинками не бил. Питание в реабилитации четырех-пятиразовое, такое, какое некоторые пациенты себе даже дома не могли позволить. У каждого индивидуальная кровать, тумбочка. Кстати, раньше в этом здании была гостиница для руководителей и командированных на завод «Виолетт». А что касается труда, то привлечение к социально полезному труду – залог реабилитации. У руководства центра даже есть идея – возродить производство на арендуемом ими заводе, чтобы давать профессию бывшим наркоманам и алкоголикам, которая поможет вернуть их в социум. Это одна из главных проблем реабилитации. Избавившись от химической и психологической зависимости, реабилитанты зачастую не могут избавиться от негативного имиджа, созданного вокруг них прошлой жизни. Не могут завести новых знакомств, не могут найти работу и, сами того не желая, возвращаются в прежние компании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно это социальное неприятие оступившихся людей рождает страх у жителей Нижней Туры. Однако его организация, по словам Антона Соколова, намерена исправить положение и уже встречалась с жильцами окрестных домов. Спор вокруг детской площадки они намерены решить строительством новой, причем за свой счет. Уже сейчас сотрудники центра взяли под свой контроль стены домов в ближайшем районе. Они закрашивают объявления о продаже наркотиков, как только те появляются. А наркоманов в Нижней Туре, причем не содержащихся за забором и под присмотром, а свободно расхаживающих по улицам города, гораздо больше, чем тех, кто пытается избавиться от пагубной привычки в Рио-центре. Поскольку свобода организация коммерческая, взять их всех на реабилитацию бесплатно они, конечно, не могут, но готовы сделать серьезную скидку для жителей Нижней Туры. Возможно, эти меры и помогут снять напряжение между горожанами и их новыми соседями.